Пять лет назад в силу вступил федеральный закон под номером 44, который определяет порядок проведения государственных закупок. Его принятие было вызвано желанием сделать эту процедуру прозрачной, дать поле для здоровой конкуренции и, как следствие, снизить стоимость контрактов с подрядчиками, нанимаемыми на выполнение тех или иных работ в рамках полномочий властей. Закон уже приносит свои плоды. Благодаря его действию только на Кубани удалось сэкономить порядка 800 миллионов рублей. Но этот нормативно-правовой акт все же имеет пока ряд недоработок. Обсудить их, принять и найти пути упразднения перекосов на днях в Славянском районе собрались представители 12 муниципалитетов края Волгове заместителем губернатора Игорем Галась и председателем законодательного собрания края Юрием Бурлачко. Все мы понимаем, что сотрудники администрации всех уровней не самостоятельно занимаются благоустройством территории или укладкой асфальта. Для этих работ муниципальной властью нанимаются специализированные предприятия. Но как происходит процесс выбора подрядчика, известно далеко не всем. Хотя ничего сложного в нем нет. Согласно 44-му федеральному закону, регламентирующему государственные закупки, разработан четкий механизм, благодаря которому заказ размещается на специальной интернет-платформе, где и происходят торги за право получить контракт. Как отметили участники краевой конференции о практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях края, эта модель взаимодействия позволяет сделать процесс прозрачным, лишить его коррупционной составляющей и помогает значительно экономить бюджетные средства. Но пока говорить о совершенстве модели еще рано. Благодаря лазейкам в законе люди, которые по факту не являются подрядчиками, могут участвовать в торгах, получать прибыль, но фактически не понести ответственности в случае некачественного исполнения контракта. В первую очередь, это фирмы, работающие на субподряде. Но еще неприятнее сталкиваться с так называемыми профессиональными жалобщиками, тема которых остро обсуждалась на конференции. Уже сегодня можно смело говорить, что мы одну инициативу провели через Совет законодателей краев, где участвует и Госдума, наши депутаты, Совет Федерации, председателя комитетов по внесению изменений в 44-й федеральный закон. Это так называемые юридические и физические лица, которые не участвуя в торгах, могут подавать жалобы. Это стало своеобразным бизнесом уже на территории страны. Условно говоря, гражданка Иванова, когда мы стали по ней изучать, у нее одновременно жалобы в Мурманске, в Архангельске, в Астрахани, в Краснодаре, в Крымске, условно говоря. То есть это ее кусочек хлеба. Подоложала бы, говорят, ну вы же не участвуете в торгах, вам какая, а вы мне заплатите 10%. И я отзову свою жалобу. То есть с этим надо нещадно просто бороться. Эти изменения уже подготовлены, прошли совет законодателей. Мы отправили Володину, председателю Остарственной Думы, ждем заключения и будем двигать ее дальше. Славянский район на конференции отметили в числе лучших по организации госзакупок. 76% от всех проведенных в 2017 году торгов прошли с применением конкурентных процедур. А конкуренция, как известно, позволяет снизить стоимость услуг и тем самым добиться рационального использования бюджетных средств. 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является нашим основным законом, по которому, собственно говоря, мы пытаемся достичь экономии, пытаемся достичь эффективного расходования бюджетных средств. Почему, говорю, пытаемся? Потому что, к сожалению, надо констатировать, не всегда нам это удается. Несмотря на то, что уже в текущем году 44-й ФЗ отпразднил свое пятилетие, но, тем не менее, он остается одним из самых непростых в применении, по-прежнему вызывает трудности, особенно у муниципальных заказчиков. Вот приведу цифры. В прошлом году отдельными муниципальными образованиями в совокупности было не освоено межбюджетный трансфер из краевого бюджета, которые перечислялись на закупку товаров, работы, услуг в сумме 740 миллионов рублей. То есть были направлены средства в муниципальное образование, но они не дошли до конечного результата. Они были построены спортивные залы, они своевременно были освоены по ремонту домов культуры, по газопроводам и так далее, по созданию инженерной инфраструктуры для многодетных семей. И этот перечень социально значимых расходов можно продолжать. И основная причина, как показывает анализ, это несостоявшиеся вследствие некачественной подготовки документации торги. В конференции предшествовала серьёзная работа, к которой были привлечены представители органов исполнительной власти и контрольно-счётной палаты края, федеральные антимонопольные службы, депутаты ЗСК. Изучали практику с выездом на места в города и районы края. Участвовавший в работе конференции депутат Госдумы Иван Демченко поблагодарил всех участников собрания за проделанную работу и отметил её большое значение для всей страны. Я хочу сказать, что мы очень организованно начали работу в этом году совместно с ЗСК. Вот, кстати, вот эта поправочка, 44-й закон, мы её сейчас готовим на вынесение в Государственную Думу в виде законодательной инициативы, которая сформирована на основании вашего же мнения. Вот главы администрации Абинского района, Крымского района, которые изначально выступили инициаторами этой поправки. Итогом работы конференции можно назвать проект резолюции, обсудив который и внеся в него поправки и предложения, участники приняли единогласно. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».